Да, если сравнивать чемпионат мира, наверное, что-то похожее, очень высокого уровня все сделано. Ну и смотрим графику. Да, кстати, прикольный скин на Атлас, если кто-то еще не видел, то вот он появляется. Три секунды до начала пиков и банов, стадия драфтов, коллективы Эхо и Эва. Поехали смотреть и наблюдать, что же будут выбирать наши многоуважаемые игроки. А у нас, кстати, уже есть несколько пиков и банов. Я думаю, что, Данил, ты можешь это озвучить. Да, достаточно классические на самом деле баны в виде глука и неприятные персонажи, которые заставляют ломать твою стратегию, немножко позиционку и все остальное, поэтому от них отказываются справа. Уже также, наверное, ну, Ланслот в данном регионе достаточно часто рейтится, но вот именно на стадию банов, ну, может быть, да, не вопрос. Не-не, Ланслот сейчас везде рейтится очень высоко, и вот мы видели, что возникли проблемы у Оника, в том числе против соперников, против Бернек Сплэш, именно из Танкалота. Танкалот действительно очень-очень зелен. Ребята, если кто-то еще не попробовал, если кто-то еще не играет на данном виде, то обязательно исследуйте это дело. Ну и Орлот улетает также в бан вместе с фаром. Да, фаромис у нас слева также у нас уходит в бан-линию, и тут сразу же на ФП 1-1 у команды. Неха, это интересно. Я очень сильно люблю видеть 1-1 в своей команде, именно когда, знаешь, вот это персонаж, про которого сразу приходится что-то придумывать. Тебе стоит изменить сразу свой какой-то трафт, приходится Роумеру придумать более удобные позиции под файты, потому что если ты слишком сильно подставишься, ты можешь испортить абсолютно все. И 1-1 это именно из тех неприятных персонажей, из-за которых нужно считаться и как раз-таки что-то придумывать от них. Но в любом случае, посмотрим, чем будут встречать это все дело. Опять же, открыта, например, какая-то Джой, как ты уже и говорил, в этом регионе, но не такой популярный персонаж, но в любом случае... Фанни, 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 открыт. Но все-таки Валентина и Фредда. Да, Валентина и Фредда, в принципе, очень высоко рейтятся и старают их забирать как можно раньше. Валентина полезна всегда и везде. Но вот из любопытного хочется отметить то, что потенциально для Эхо может быть в том числе и Фанни. Показывает нам, кстати, сверху слева обновление то, что Альфа был усилен. Соответственно, сейчас он тоже врывается потихоньку в мету. Я очень сомневаюсь, что мы увидим его в рамках MSC 2023. И маловероятно, что он появится. Но, тем не менее, персонаж очень-очень хороший. Забирается Ив и Чонг. Кстати, Чонга тоже очень высоко рейтит коллективы. В принципе, как в Индонезии, так и в Филиппинах. Но решили именно вот сейчас забрать на таких стадиях пиках. Я, честно говоря, рассчитывал на какую-то пани, но решили здесь не добирать. Ну и Клауд. Клауд тоже очень хорош в использовании. И на международной сцене его действительно ставят выше, нежели чем Мелисса. То есть мы привыкли, да, что в нашем регионе как-то Мелисса постоянно фигурирует чуть ли не на ФБ. Ее стараются забирать, а здесь игнорируют. Я не совсем, наверное, согласен с тем, что отдали 1-1. Но в остальном мне нравится драфт от команды Эва. Да, у Эва интересно и все симпатично выглядит. Уже составили для себя неплохой фронтлайн. В плане стрелка, да, опять же, здесь кнопка урона у Клауда всегда присутствует. Поэтому неплохо. И я вот обратил внимание, что чаще также этот регион, помимо Чонга, да, часто рейтящего персонажа у них, рейтящихся, еще и Ив поступает достаточно таким, в первых рядах, постоянно забирается на первую вот эту тройку пиков, что сейчас так же и произошло, даже, ну, не учитывая тот же самый Валентины. Начинается у нас вторая стадия банов и сразу начинает откатываться справа у нас от Хуфры. Добанили именно этого героя. Татьянат нам показывает, извини, что я перебью, Сэнфорд имеет 100% винрейт на Чонге. В рамках филиппинского сезона один из 10 из 10 игр. Страшные вещи. На самом деле, когда у нас в регионе, да, видим Чонга, кажется, что это какая-то неуверенная, может быть, позиция в Эксполайн, но в данном случае у него есть огромный... Гордость казаха с тобой не согласен. Ну, это да, но в любом случае у Чонга есть огромное преимущество в виде вот этого дракона, и что ты можешь достаточно быстро возвращаться в файты к своим союзникам и также возвращаться на какие-то линии. То есть достаточно мобильный эксповик. Я не знаю даже, кто будет быстрее, но может быть, какая-нибудь Джой или Бенедетта, но там меньше выживаемости чаще всего. Забирается у нас справа Мартис также дополнительно. Слева, кстати, хотелось бы отметить достаточно приятный бан Лолиты для Эхо, потому что ван-ван хочется открывать здесь побольше и реализацию на максимум раздавать. Чу, которого также в этом регионе постоянно забирают в роли Бэйн. Бэйн хорошо, но, кстати, после небольшого изменения этого героя, настолько ли он силен сейчас? Настолько, настолько силен. Все его рейти-то везде и всюду. Ну, я про четвертого числа изменения имею в виду. Я... А, окей. Ну, тут предыдущие, типа... Короче, здесь все нормально, здесь бэйн, здесь сильный бэйн. А если говорить сейчас по поводу последнего пика для Эва, я бы, наверное, добрал Диги какого-то из формата. Мне кажется, для того, чтобы, во-первых, подсейвить от Клеточки, во-вторых, от Шу, если что, подсейвить. И в целом мне придется тогда столько очищений брать. Но в любом случае, наверное, Клайд будет с очищем играть, Валентина будет с очищем играть. Я более чем в этом уверен. Маловероятно, что это что-то другое. Я думаю, что это, скорее всего, Фредрен именно в Эксплайн. Сомневаюсь, что это будет по-другому. И Диги, да, на ласт пик. Хороший выбор, полностью с ним согласен. И, честно говоря, он прям, ну, намечался. Вот прям выглядело, как будто нужно его взять. Да, выглядит он тут замечательно, особенно против этого пика. То есть, опять же, да, против Чу можно поиграть. Против ультимейта Бэйна, который всегда не вовремя под файты залетает у нас. И Диги выглядит здесь достаточно интересным. Особенно, может быть, кстати, в 1-1 подсвязать ее и подыграть под этого героя, почему бы и нет. И подставляться так сильно не нужно, как на других хоумерах, которые, по сути, просто метки хватают. И, как я уже говорил, портит реализацию команды. Ну и по предиктам, во-первых, по всем регионам большинство голосует именно за Эхо. В том числе наша аудитория 8,7% на 13. И вы молодцы, ребята. То, что поддерживаете в том числе и команду Эва, многие верят. Еще раз говорю, не путайте, пожалуйста, с Эвэс Леджендс. Это два разных коллектива, совершенно разных. Если говорить про Эвэ, это, собственно, команда такая вот, можно сказать, темных лошадок. Да, я не хочу как-то кого-то оскорбить. В любом случае, у нас в Best of 3 противостояния в рамках группового этапа играют составы Эхо и Эвэ. Эхо находится в синем углу ринга, а их соперники в красном. Поехали! Да, и начинаем. Пока что все стандартно. Просто подбирают какие-то бафчики, подфармливают первый вот этот опыт. И будет ли какая-то достаточно серьезная агрессия. Мне нравится пик именно у Эхо, потому что у них сформировалась, знаешь, такая серьезная трипла. То есть в центре, где можно отыграть через Валентину, можно подыграть под Маркеса. Это будет достаточно неприятно. Ну и еще и Фредерин, естественно. То есть это будет интересным началом и каким-то подспорьем. Но в любом случае, если затянуть эту каточку, будут, возможно, проблемы. Ну, вряд ли будут затягивать. Знаешь, если хотят сыграть по ранней стадии, то я думаю, что будут играть именно так. Потому что у каждой команды, естественно, есть план на игру. Комптизи выходит на блок линию и будут играть по новому, но не получается это сделать. В итоге тратится смайт, тут же ульта пошла от Бэйна. Просто дополнительно отзонить оппонентом, плюс формировать чуть-чуть голды с броневышки. Но и пока бистон будет разгоняться, уйдет все-таки много времени. И за этот период можно попробовать что-то себе довывести. Ван-Ван, интересно, как будет реализовано. Потому что Ван-Ван обычно у нас сидит в бане 24 на 7. Ее никто не выпускает. То есть она очень высоко рейтится в любом регионе. Слишком сильный персонаж, слишком много всего делать. Ну и, кстати, что хотелось бы еще отметить дополнительно, да, то, что это вот Мартис, опять же, на Экспу, и это Фредрен в лес. Да, по поводу Ван-Ван хочется добавить, это вот из тех персонажей, которые, ну, просто неприятные. То есть у нас, да и здесь, в принципе, часто там не очень любят что-то такое мобильное, ломающее именно твой драфпик. К этому же относится тот же самый Диги, например. Он тоже очень многое делает. Валентина, достаточно неприятный персонаж. А здесь врывы ведет у нас инициация Чонга, Стяжечка, Диги. С другой стороны идет файт у нас среди двух персонажей. Там очень сильно страдает у нас Фредрен. Минус он. Карл Тизи. Отправляется Феррт Владки. Падает также у нас и Бэйн. Преследование идет. Там будет, скорее, что падает. И этот персонаж минус Мартис. Отправляет опера на фонтаны. Здесь у нас пока что показывают Чу, который немножечко убирает в Роуме. Но будут продолжать, скорее всего, инициировать под этот объект. Нужно драться за черепаху. И не хотелось бы отдавать второе преимущество. Мартису, конечно, приятно. Опер забрал фраг. Тем более сделал его на Карл Тизи. Но, тем не менее, счет по фрагам 2-1. И уже практически на 1к голды вперед вырываются именно со стопеха. Ставится клетка, играет по Санжи. Тут же фликаут отдается. Санжи, кстати, вовремя подошел. Тут уже можно было подобрать зеленый Несквик. Забирает его и отходит ближе к своим тиммейтам. Появляется черепаха. Ну и черепаху должны забирать. Карл Тизи все-таки удается заусматить своего оппонента. Тем временем играет Яве по Аджи. Аджи удается перепрыгнуть через стенку. Флик потратил, но, тем не менее, зато выживает. Да, пока что живут. Пока неплохо. Но есть уже небольшая разница в плане золота. Она не критическая. Но 700 золота вот этих прослеживается. Даже, может быть, там чуть-чуть больше. Посмотрим, как это по пачкам будет складываться. Там вроде как выходы у нас идут под нижнюю лайн. Затаился Чувол. Затаилась также Ив. Недалеко можно выходить. И да, есть инициация. Сразу же все это дело встречается. Деги дает стяжечку. Идет игра по оппоненту. Но захватить пока никого здесь не удастся. Больше просто халдят этот лайн. Не дают возможности раскормиться и как-то подкушить. Как раз-таки стрелка Клау. Класса будет назад на прыжке через манки. Подпармливать у нас здесь все это дело Бэйн. И пока что все выглядит относительно спокойно. То есть на какую-то районную мега игру не рассчитывать. Вот это я то, что хотел. Мартис через урон видимо пойдет. Ну или это будет наверное скорее всего 1-2 предмета в урон. И дальше уже в защитную итомизацию. Что у нас по Деги. Деги тоже будет тариться в танка. Здесь все понятно. И Бэйн. Кстати это танка Бэйн. Вот это интересный вариант. Мне он тоже очень нравится. Как у нас появился танколод. То же самое сейчас происходит и с Бэйном. Абсолютно менее пошло. Вот Деги пытается выжить. Ставится дорога от Иг. Тут же клетка. Прекрасная реализация. Но флейкаут и выживает все-таки. А Номнин. И удается ему спасти свою жизнь. Здесь получается именно не гибрид. Собираясь полностью фула именно танка Бэйна. Ой-ой-ой. Финнострадач идет ультай. Бэнникьюти. Даже ульта от Клауда. Далеко очень заходит и отправляется на фонтан вон вон вон. Но это было как-то ошибочно. В оппозиционке на что-то рассчитывал. Пытался видимо как-то подстакаться и что-то придумать. Но не хватило. И вот да. Интересно будет последить именно за Бэйном. Мол Мартиса относительно все стандартно. Как мы бара наблюдали. Ой-ой-ой. Мало что остается. Нужно доигрывать крестачек ставится на минус у нас Валентина. 3-2. Пока что счета. Здесь уже находят еще один килл. Возможно для себя пытаясь как-то здесь выезжать Бэйн. И у него вроде как получается идет ульта по двоим попадает. Нужно продолжать какой-то флайт. Ой-ой-ой. В очередной раз у нас падает Фредрин. И выход на черепаху от синего коллектива. Эхо на своих местах. Ну вот счет 4-2. 14-3-3-3 на 13-1. И пока что Эхо конечно не дает спуску своим соперникам. Давят, давят и еще раз давят. Проблема в том, что если Эхо будет... Ой-ой-ой. Здесь у нас что-то пытаются навязать. Вроде как скипают там пачечку. Выход под медовую линию. Пошла агрессия, которую так хотелось. Ставится клеточка от Ив. Продамаживает вроде как Валентину. Но не удается ее здесь забрать окончательно. Ульта от Бэйна. Акулы поплыли. Идет ульта от Клауда сразу по двоим. Но он встречает большим количеством урона сразу в лицо. Именно сопротивление от оппонентов. Идет игра по мазончику. Но пока что ребята решили немножко разойтись. Вот у нас и в очередной раз итомизация. У Бэйна уже 3600. Здесь половинка магического шлема. Собрал еще и штанишки. Будет выходить дальше в дефт слоты, видимо. А здесь в очередной раз уже идет игра по диге. Но вряд ли будут продолжать этот пайт. Не будут ничего навязывать. Отпускает пока что эту ситуацию. 2-1-1 находится вроде как на готове. Бенни QT готов ли что-то раздать. Надо давить, наверное, нет? Нет, не будут рисковать. Все-таки решили отойти. Ну, кстати, у Санжемана не было. Да, наверное, все-таки не очень правильное решение было. Я, знаешь, просто вижу, надо задавить. Ну, хочется, хочется увидеть такое. Ну, страшновато. 3 на 3 все-таки. Знаешь, вот когда было бы, например, 3 на 2, можно было бы поиграть. А то здесь с вышкой как-то нечестно уже выходит. И туда набрываться страшновато. Тем более и Клаун достаточно мобильный. Еще и диги тебе ноги подвяжет. И как-то, ну, не очень может выйти все это дело боком. Особенно с уроном Валентины, который присутствует. Кстати, о ней. Она движется под верхнюю лайн. Там кого-то пытается здесь уже найти. Заняли место ребята из Эва. Как раз в кустах. И выход идет игра. Хорошая инициация. Большое количество урона. Но пробить не удастся. Чонг плотненький герой. Видимо, там уже неплохо по слотам. Также собрался. Преимущество прослеживается у нас за Эхом на 2000 золота. Они чуть впереди. По келам также у них все достаточно приятно. Да, пока чувствуется отлично. Ну, сейчас черепаха появится. И может быть, что-то все-таки смогут реализовать. В итоге Т1 вышка на бот-линия в пользу Эха. Да, вот и камера с черепашечкой у нас. Уже пытаются туда выходить ребята. Ну и, видимо, будут отдавать скорее всего его. Хотя что-то хотят навязать. Поднимается дракон в небо. Недалеко у нас находится Фредрин. Спускается дракон. Падает черепаха. Она уходит коллектив налево. Диги прожимается ультимативно. Ребята пытаются отходить назад. Не хотят участвовать в этом файте у нас Эва. Пытаются уйти, но не получается. Падает Мартис. Бэйн заходит с тыла. Может что-то придумать. Есть еще ультимативная. Будет ли сейчас прожиматься. Прострельщик от первого скила хотелось бы. Но нет. Пока что отпускает ситуацию. Ставится кристальчик от Ив. И ребята открывают для себя как раз таки пространство для забора вот этого Т1 Тавра. Разрушено строить. Начинают завоевывать как раз таки карту. У нас Эхо чувствует себя прекрасно. Открыли себе пространство и снизу. На верхнем лине сейчас будут подготавливаться выходить в медовую линию. Но здесь будет сложно. Потому что сопротивление есть. Могут с этим что-то придумывать. И сейчас посмотрим. Но пока что. Вот Эва на самом деле делают правильно. Они сейчас не навязывают какой-то агрессии ответной. То есть они пытаются закрыться максимально в деф. И не отдавать большое количество фарма. То есть не отдавать возможностей для Эхо набирать дальше вот эти обороты. Хотя мы видим, что обороты то уже высокие. Скорость у нас в виде 3000 золота. И это неприятно. Акулки полетели у нас от Бэйна. Можно что-то решать и придумывать. Ставится опять кристальчик от Ив. Но выход в мед не будет пока что успешным. Тяжело. Тяжело. Ребята закрыли это пространство. Как мы все знаем. Медовая линия это самая важная линия. И если здесь как раз таки слишком многое отдать. Вы дадите огромные возможности для коллектива противника на реализацию именно позиционки. Здесь в Меду есть проблемы небольшие у Клауда. Но уходит опять же на манки. На Валентина. На Валентина. Нет. Опять же. Нет никакой нитации под файп. Эва играет очень пассивно. Пытается закрыться максимально. И вывести на какую-то агрессию. Хотя сейчас у нас Фредеринг пытался что-то навязать. Но сразу ушел назад. Пытается поймать у нас Опера. Идет игра по нему. Ой-ой-ой. Чу. Хорош. Ульта. Дальше продолжит. Ставится клеточка от Ив. Он уходит. Молодец. Ставится также у нас кристальчик. И опять никакого килла. Ребята. Каточка длится уже десятую минуту. Семь киллов всего лишь на карте. И с этим нужно работать. Что-то нужно придумывать. Именно здесь эхать. Им нужно продолжать просто действовать по своей линии. Сейчас выходят на Лорда. И будут ли отвечать Эвой. Или дальше будут играть именно от пассивной второй позиции. Но нет. Да. Выходит. Будут что-то делать. Фредеринг находится на фронтбайне. Идет размен кнопками с Бэйном. Влетает у нас Чионк на драконе. Просвечивает карту. И Фредеринг забирает все-таки этого Лорда. Ставится клеточка от Ив. Пытается раздомажить колду. Он уходит назад. Нет. Все-таки его уроняют. Бэйн находит его. И находит этот килл. Продолжается инициация. Игра по диге. Мало хп. Но живет. Ребята из Эхо также не хотят продолжать какое-то агрессивное действие. Сейчас не на их стороне. Как раз-таки вот этот лорд будет выходить. И под эту ситуацию не хотелось бы отдавать слишком многое количество ресурсов. Это может обернуться тем, что начнут падать вышки. Начнут терять свое преимущество по золоту. Которое, кстати, сейчас уже всего лишь 2000. С этим нужно считаться. А по итомизации у нас уже по 7000 у стрелка и лесника из Эхо. Бэйн у нас уже имеет PC-йку. Имеет и защитный шлем. Уже, вот как я и говорил, штанишки. А там, походу, еще и метерка будет твориться. Или что это такое. Посмотрим, будет ли выходить какие-то, может быть, темы, что в длино. Похоже именно на это. Также хочется отметить, у нас коллектив справа. Клауд-то не сильно отстает. Почти 7000 имеет. И ребята из Эва пользуются ситуацией. И все-таки, благодаря этому лорду, который отвлек внимание Эхо, они забирают один тауар на нижней линии. В Миду есть определенные противостояния. Будут ли сейчас как-то агрессировать Акулки опять в очередной раз. Вот что заметить, да, если сравнивать с нашим регионом, именно Ру-регионом. Как-то вот Акулами так просто не пользуются, да. То есть, хотя там КД-то небольшое, честно говоря. Можно его отдавать, этот ультимейт, и почаще Бэйну. Ну вот у нас чаще прям до последнего момента зажимают эту ульту, ждут. А здесь используются они даже и на просвет, на какой-то отзонинг. Идет игра по крипам. Открывают опять же пространство себе на выходы на башни какие-то. Поэтому почему бы и нет. Это на самом деле интересная реализация. Пока что опять Эва дожидаются, видимо, следующий объект. Закрываются больше в деф-позиции. Будут играть по этому. И это на самом деле очень круто. Очень правильная позиция. Потому что, как я уже и говорил, ресурсов ты много не отдаешь. Закрываешься у себя на территории. Сидишь у тебя, скажем так, дома в сейв-позициях. И только когда необходимо, когда уже целевые объекты появляются, ты выходишь. Пытались что-то навязать и сыграть по оппоненту. Не получилось здесь словить у нас Чу. И пока что ситуация опять отпускается. Ну что сказать. 6-2. Разница в перефарме все еще сохраняется за Эхо. Даже с учетом того, что Эва забладели вот этим лордом. По итемизации. Сильных изменений мы не видим. Но вот Клауда хотелось бы отметить. Ой-ой-ой. Ульта пошла. И забирают у нас здесь Валентину. Хорошая реализация. Боже. Можно побольше таких Чу. Это очень круто. Здесь идет ульта от Клауда. Но больше по крипам. Пытаются задефать свои позиции в миду. Ставят ульта от ИИФ. Идет игра по Диге. Но его не пробить. Он у нас именно в танко. Сборочку здесь, как и ненешно, мага решили не использовать. Иначе были бы проблемы с фронтлайном. Это было бы уже большим перебором. Но, честно говоря, если сейчас затягивать. Мне кажется, что у Эва выглядит именно старт. Интереснее. То есть они могли что-то придумывать. Как я и говорил. Владеют они Валентины. Есть там Фредрин тот же самый. Можно через Диги что-то придумывать. Тим раскармливать того же самого Стрелка. То есть вариантов было много. В Лейте же у Эха выглядит все намного, намного интереснее. В очередной раз у нас идут инициации. Ставится у нас ультимативная. От Ван Ван. И минус Фредрин. Это очень важный килл. Сейчас под этот объект продолжают давить. Минус Диги. Это возможность. Сейчас будет даже огромная проблема. Саша, Оль, ты видишь, это минус маркет. Я вижу. Я вижу. Я снимаю. Пятикратное преимущество. Три с половиной тысячи голды. Как же давят Эха. Как же тяжело приходится. Вся надежда только на то, что Бисков сможет все-таки разогреться. И наконец-таки дойти до той кондиции, которая требуется для того, чтобы как-то камбэкать все это дело. Но пока что это выглядит все супер сомнительно. 4-1-3 счет у Бэйна. Колоссальное преимущество у коллектива Эха. И пока что это выглядит как будто первая победка для синих команды. Саша, не поздно ли разогреваться? Это на 14-й минуте уже. Не поздно ли. Клауд, понятно, что это персонаж. Хорошо, раскачегарится. Давай-то. Ну, либо так. Либо так, потому что, да, Клауду нужен вот этот разгон. Но в любом случае здесь есть определенные сложности. Потому что Ван Ван, опять же, персонаж больше такой лейтовой стадии. А вот у нас и повтор. Здесь просто замечательные, опять же, врывы. Классная реализация ультимейта от Ван Ван. Игра сразу же по-двоим. Добивают и Фреда, добирают и Диги. Открывают себе пространство, подают объект. И у нас еще сильно потерялся здесь Мартис, которого также будет и Бэйн забирать. Безумно крутая игра. И словили на ошибки. Словили на ошибки. Ставится клетка. Тут же абсолютное умение от Диги. Пытается засейвить свою команду. Удается вроде как это сделать. На центральном коридоре будут потихоньку открывать пространство коллектив Эхо. И выход вместе с Лордом под верхний сайт. Ну и Лорд путешествует. А вот на центральном коридоре нет крипов. И не очень удачно подводит. Не удается быстро все это реализовать. Пошла ульта от Бэйн. Тут же играет по Юнейм. Юнейм нужно уходить отсюда. Удается все-таки спасти свою жизнь. Лорд залетает. А вот Сэнкорт мне показалось очень далеко. Но нет все-таки удачно он позиционирует себя. Ой. Бистон, Бистон, Бистон. Жить, жить, жить. Аги убегать, убегать, убегать. Нет. Он стопомол. Санжи все-таки закрывает своего соперника. Бистон тоже чуть ли не погиб. Но в итоге Юнейм выигрывает очень много времени для своей команды. Использует ульту. И удается отдепать. Однако потеряли 2 Т3 вышки. Остается только нижний коридор. Опять пошел Карл Тизи нарезать своих оппонентов. Не хватает как будто бы урона у коллектива Эхо вообще. Слово совсем. Ставится клетка. Прекрасный враг очередной дается. Тут же инициация. О, чу. Опера закрывает. Будет продолжать играть по Юнейм. У нас таковалось ван-вану. Очень много урона. Ну и это минус 5. Это победа коллектива Эхо. 15 минут 38 секунд. Очень круто на самом деле. Но не выглядело так, что прям все было мега просто для Эхо. Действовали просто по классике, по тактике. Шли уверенно. Чрезмерно не агрессировали. Пытались поймать оппонента на ошибки. Что и получилось. У Эйва была приятная стратегия. То есть они поняли, что у них есть определенные сложности на начальном этапе. Хотя, как мы уже и говорили, траф был больше под early game какой-то. Они именно на это рассчитывали. Но это не сработало. И они вот пытались что-то придумать. Раскачать вот этого клауда. Решить этот вопрос. Но не получилось. Пока что 1-0. У нас противостояние в любом случае. Best of 3. Еще есть возможность показать себя. Есть возможность как-то это все дело переиграть. Но Эйва чувствует себя мега уверенно. Просто, знаешь, как-то мега спокойно. И все происходит так, как должно происходить. Эйва за Эйва болеет. Есть болельщицы, которые все-таки поддерживают данный коллектив. И, конечно, но мы видим, мы видим то, что за Эйва переживает, возможно, даже больше. Данная команда тут-таки легко, я бы сказал, прошлась по своим соперникам. Надеюсь, что во второй карте мы увидим уже какой-то переворот. Эйва все-таки должны показать себя. Сейчас они просто не успели ничего сделать. Вроде как старт был довольно даже неплохой. Они что-то как-то по разменам даже поиграли. А потом сделали вот один фраг в начале, потом второй где-то в середине и все. И на этом, в принципе-то, и закончились. Очень сильно задавили по макро и по микро игре коллектив Эйва. С этим нужно считаться. Возможно, не стоило отдавать ван-ван в том числе. Хотя тут скорее была проблема, наверное, даже больше в Бэйне. То есть танка Бэйн не имеет места быть. Я, кстати, даже тестил. Это действительно очень серьезная проблема. Он вроде как, знаешь, ты думаешь, танка Бэйн. Ну что, он урон наносит? Думаешь, да не особо. Да, наносит еще как. Там очень много урона входит. И при этом всем он еще выживаемость себе подкрепляет. И это не просто Бэйн, которого ты шотаешь. И этот глазкэнон становится, да, персонаж. Но это именно такой... Да, кстати, нам показали то, что MVP ночью. Рис кушают. Приятного аппетита команде Эхо. Да. Знаешь, что происходит в кадре? MVP, Чу. Тут же. О, а у нас есть еще лучше кадр. Знаешь, вот говорят, что если волнуешься, особо не хочется кушать. Здесь, видимо, вот и вправду как-то максимально все спокойно происходит. Ну, можно перекусить быстренько сейчас. Так там еще... Ты не путай, не, не, не. Это же не основной состав сейчас кушал. Основной состав сейчас стоит на сцене. Ну, MVP это Яви, естественно. Но, опять, мы видим в очередной раз то, что Чу это очень сильное оружие. И с этим нужно считаться, возможно, даже избавляться от этого самого Чу. Я вот хотел это подметить. На самом деле, на протяжении всей игры безумно крутые вырывы, ультимейты, реализации. Его еще и очень сложно поймать, если честно. И играть от этого персонажа, это мега уверенно. Как-то у нас в РУ регионе это видел. Но реализация была, конечно, никак. Да, там, в том же азиатском. Потому что здесь это просто на высшем уровне. И хочется, чтобы у нас было такого побольше. Господи, как много вот этих крутейших нарезок, крутейших врывов. Ну, вроде как, казалось, что файты немного скомканные. Но вот опять реализация через вот этих вот ультимейт и Чу работали постоянно. Особенно на второй половине вот этой игры, вот этой стадии. И против этого сделать было почти ничего невозможно. Даже тот же самый Дигги здесь как-то не сыграл. Ультимейт все-таки не бесконечный. И эта кнопка имеет свойство заканчиваться, к сожалению. Ну, возможно, надо было как-то поменять. Свой план на игру показывает нам как раз-таки прекрасную стенку. Опять инициацию от Яви. Яви, конечно, за счет его врывов было сделано около пяти фрагов. Наверное, плюс-минус. И это опасно. 15-2 счет. Это жесть. 7, ну, в 7,5 раз переиграли своих соперников. Практически фулл итомизация у всех. Ну, кроме Чу, очевидно, он просто бегал на роуме. У остальной команды практически полностью все предметы. Бенекьюти, естественно, с пулл билдом. Кстати, если кого интересует, ребята, вот обратите внимание, пожалуйста, на итомизацию. Ну, и то, что мы говорили, танкопей. То есть тут все предметы для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Ну, и только удар охотника собрал, да, просто для того, чтобы дополнительный урон помобильнее быть. Ты знаешь, Саш, далеко-далеко не сразу его собрал. Это было уже, знаешь, во второй половине вот этого матча. Да, да. Просто подобрал, да, чтобы был и проник, и как-то поувереннее, как передвигаться, как ты и сказал. Ну, и вот у нас второй составчик как раз с итомизацией. Но здесь более, наверное, все классически, как я это вижу и представляю. Единственное, у Марта такая сборка немножко гибридная, необычная. То есть там больше было именно давление в урон. Но в любом случае, вроде как неплохо. Да, ну и самый богатый парень. Это у нас Бенекьюти, гол терминант 832. Больше всего урона нанес Санджи. Йонейм больше всего впитал в себя урода. Ну, что логично, да, это опять же Фредрин. И...